Слава Богу и здравствуйте! Я так рад, что Господь Иисус, Он наш Господь, поэтому мы можем общаться вокруг Его Слова. Заметите, Божье Слово дает жизнь, дает свободу, дает радость, дает мир, дает исселение. Есть жизни внутри Божьего Слова. С вами пастор Генри Мадава в эфире «Голос Победы». Я верю, что вы побеждаете в жизни, потому что нужно, нельзя поражаться никогда. Бог нас привел к себе, чтобы мы имели победу. Не должно быть ни одно направление в жизни, где победы не хватает, потому что Бог дал нам победу во Христе. Но у многих бывает вопрос. Пастор Генри, я понимаю, что у меня есть победа. А как себя вести, когда я прохожу через тесные, напрягающие времена? Ведь они тоже бывают в жизни. Правильно. Сегодня как раз моя проповедь, которую Бог мне дал, отвечает на этот вопрос. Как проходить через тесные и напрягающие времена? Потому что у Бога есть решение и в таких ситуациях. Напрягающие и тесные времена являются частью жизни. Это нет такого, что кто-то прожил на земле, и никогда не было тесные времена. Напрягающие. Они являются частью жизни для всех. И при том, некоторые из них кратко времени, а некоторые любят надолго приходить. Хотелось бы, чтобы все было коротко, быстро и забыто. Но некоторые, они приходят долгосрочно. Меня радует то, что напрягающие времена не бывают вовеки. Они всегда проходят. Скажите, проходят. Напрягающие времена, они разные по масштабам. И по предназначению они разные. Но главное, их нужно проходить. Никогда не надо создать палатку, лагерь в трудных временах. Там нельзя останавливаться. Нужно продолжать ходить, пока полностью не пройдешь. Моя любимая фраза. Если идешь в жизни, и все идет не туда, не иди вместе с ними. А ты повернись в другую сторону. Поэтому важно, чтобы мы понимали. Сложные времена. Напрягающие. Я специально выбираю слова напрягающие. Они трудные, а напрягающие. Потому что не все в жизни так трудно. И не все плохое. Поэтому я не выбираю слово проблемы. Потому что не все является проблемой. Нас напрягают и проблемы, и непроблемы. Поэтому самое важное. Нужно проходить. Я не знаю, через что ты проходишь. Нужно проходить. Первое направление напряжения во времена, которые бывают, это напрягающие вызовы. Задача, которая больше тебя. Не всегда нас напрягают проблемы. Иногда нас напрягают вызов и задачи. Когда задачи кажутся больше меня. Вот первая книга царства. 30 глава с 1 стиха по 10 стих. Встречаемся с человеком по имени Давид. У него оказался задача сложнее него. Больше, чем он может. Значит, в третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелак. Секелак это был город, где Давид жил вместе с его людьми. С их семьями. И когда они пошли на какую-то военную операцию, пока их не было, амалекитян напали с юга на Секелак. На город, где были их семьи. И сожгли его огнем. То есть дома разрушены. Недвижимость потеряна. Все, что у них есть, пропало. А женщины, всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвели, но увели в плен. Семьи потеряны. Одно только из этого достаточно, чтобы кого-то ударить навсегда. А они потеряли дома, потеряли жен, мамы и дочери. И пришел Давид и люди его к городу. И вот он сожжен огнем. И жены их, сыновья их, и дочери их взяты в плен. И что они решили сделать? Поднял Давид, и народ, бывший с ним, вопли и плакали. Когда мужчина уже плачет, значит, есть что-то серьезное. Про женщину не всегда уверен ее. Женщины плачут вообще. А Давид ему, и это войны. Это были мужчины, не такие, вы знаете, как, что, но мужчины, потому что в паспорте написано. Это войны. Это люди, для которых, если вы читаете, от великих мужей от Давида, это были люди бесстрашие, ничего не боятся на земном жаре. И любая задача перед ними ставить, они решат. Мужчины в церкви, слушайте внимательно. Наш род, мужской, мы люди, которые решают любую задачу. Вот мне понравилась ваша реакция, она тихая, но ничего. Мужчина был создан Богом, чтобы он был защитником, решительным, смелый, уверенный и решает любую задачу. Все равно, все равно тихо. Женщины, помогите нам. Мужчины созданы, чтобы решать любую задачу. Вот они не в курсе, нужно им сказать. Вот. Вот читаем дальше. И взять были в плен обе жены Давида. У него двойной удар. Дом сожжен. Его жены оба забрали. А он еще руководитель. И он ответственный за всех. Вот. И даже Авигея, которая мудрая женщина-то, я так подозреваю, что если Давид бы не пришел за брат, мне кажется, Авигея нашла бы метод, как всех высвободить. У нее мозги хватало. И Давид, заметьте, как беда. Все плачут. Написано, Плакали, да коли не стало в них силе плакать. Они в разочаровании, они в потерянности. У них нет никакого выбора. Только плачут. Казалось бы, хуже не может быть, да? Давид потерял дом, жены, все потерял. А еще добавляется. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Теперь его хотят убить. Ибо они скорбели душей весь народ. За что? За сыновей своих и дочерей своих. Вот. И Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелеву, Ахимелевхову, принеси мне Ефот. И принес Авиафара Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это получище? И догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Он так ободрился, и пошел Давид сам, еще сот мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в ссор, и устали, там остановились, не могли дальше идти. А сам Давид 400, 200 сдались. 200 человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Ассорске. Конец истории. Давид преследовал, Давид нашел их, Давид сражался, это была его профессия, Давид убил их и вернул всех, кто был взят в плену. и он добился успеха. Что было у Давида? Это был напрягающий вызов. Это была напрягающая задача, которая казалась бы сначала больше него. И ему показалось конец. Давайте посмотрим. Большая потеря у Давида и у его людей. Они потеряли чувство потери. Вы знаете, что меня радует? Потерь не бывает вечным. Никогда не позволяй потери нейтрализовать тебя в жизни. Вот заметите, у Давида и его людей большая потеря. И они начали плакать. А почему они плакали? А потому что не видели выхода. Я хочу, чтобы вы заметили, не видели решение, не означает, что нет решения. Но они не видели. Я знаю, очень много людей в жизни, которые не видят решения, страдают не потому, что нет решения, а просто не видят. Вот главное в жизни учиться видеть решения. Учиться видеть выход. Никогда не надо жить долго в плаче. Потому что пока ты в плаче, ты никогда не сможешь видеть решение твоих вопросов. Если время плакать, да. Разрешено плакать, да. Сколько, столько, сколько надо, чтобы вернуть тебе стабилность. Но пожалуйста, не надо создать лагерь, постоянное место жительства в плаче. Ты никогда не сможешь видеть решение, пока ты в плаче, пока ты в самосожалении, пока ты в чувстве жертвы, пока ты смотришь на себя, как будто как это со мной так могли. Нельзя плакать слишком долго. Кто-нибудь скажет аминь? Особенно если ты лидер. Если все плачут 30 дней, то лидер плачет один день. Потому что он должен находить решение, пока все плачут. Хотя он тоже потерял. И поэтому они все плакали. До тех пор, пока сила плакать закончилась. Но вот что произошло. Давид ему плохо. Он потерял все. Но казалось бы, хуже быть не может. И тут стало хуже для него. Весь народ решили утешение для них это убить Давида. И получается, что решили его побить камнями. Хотя я не понимаю, побить Давида камнями, что облегчит ему в чем-то. Но им кажется, что да. Им кажется, что да. Заметите, если человек не находит выход и решения, люди попадают в одно из таких разных направлений. когда человек долго находится в каком-то состоянии и не видит решения, он попадает в депрессию, он не видит выход. Депрессия это не что иное, как состояние, выхода нет, сдаюсь, здесь заканчивается моя жизнь, моя душа, мои эмоции, похоронение, мои эмоции, мое все здесь. Я еще живу физически, а внутрь меня уже нет. В нашем обществе люди в наркотики бегут, люди начинают в алкоголизм бежать, люди начинают в безразборчивые отношения везде. Это удар души депрессии. Заметите, что они в этом состоянии ядовит? Знаете, что важно? Надо запомнить, Бог никогда не допустит сверхсил, и всегда есть выход и решение. Мне нравится, что Давид из этого вышел. Заметите, как Давид вышел, как он решил вопрос. Мне это очень нравится, как Давид вышел. Говорится, что Давид, когда начали побить его камнями, хотели побить камнями, иногда люди не знают о ресурсах, которые у них есть, пока угроза не становится больше и больше и больше. Заметите, Давид, когда он плакал, уже сила закончилась, плачет, 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 и он так готов был плакать себе. И тут пришли с камнями, мы пришли тебя убить, Давид. А за что? Потому что я тоже потерял, нас это не касается, но это из-за тебя. Удивительно, какие ресурсы начали открываться в Давиде. Вот и получается, что первое, что сделал Давид, Давид побежал за крепостью и вдохновленностью к Богу. Заметите, разбитость у Давида была на уровень души и эмоций. Не на уровень духа и не на уровень тела. Почему? А потому что мы видим, что у тела у него еще было силы. Он встал после этого, бежал сколько аж. Значит, в теле все было в порядке. В духе все было в порядке. Проблема была в душе. Я раньше всегда думал, что когда мне плохо, мне плохо. А что мне плохо? От головы до ноги. А когда я изучаю эту тему, я вижу, что не, плохо бывает одна какая-то часть. А почему важно определить, какая часть страдает? Для того, чтобы определить, как решать вопрос. Проблема Давида была в душе. И лучше, конечно же, не ждать, пока тебя будет вдохновить, а всегда избегать состояния разбитости души. нужно свою душу хранить крепко. Первое, как можно хранить свою душу крепко? нужна живая вера в Бога. Скажите, живая вера. Еще раз. Это понимание, что его водительство поможет мне. Его слово и обетование помогут мне. Его любовь ко мне постоянно. Он любит меня, и он поможет мне, и я выйду с этого положения. Получается, что нужно верить, иметь живую веру. Не просто культурная вера, не просто как традиция. Должны быть живые взаимоотношения с Богом, а не просто культурно относиться к Творцу неба и земли. это либо Он есть, либо Его нет, либо мы Его почитаем, либо не надо. Если ты уже решил в Бога верить, веруй по-настоящему. Нет уже такого, что я еду за рулем, но я вроде еще сплю, уже проснулся. Мы просыпаемся полностью. Если верить в Бога, мы почему-то наполовину. Если верить, то верить. Если не хочешь, не надо. Живая вера нужна для крепости твоей души. Второе. Если хочешь крепость души, чтобы не надо было тебя спасать, живи свободной жизнью. Я сейчас объясню, что это такое. Это означает, первое, быстро прощай других и не храни обиды. Прошай. Скажите «прощаю». Это должно быть автомат внутри себя. Прощать других. Быстро при том, чтобы душа твоя была всегда свободная. Когда ты не простил кого-то, душа твоя под большим напряжением постоянно. А если что-то у тебя в сердце не то, убери как можно быстрее. Ты что-то сделал не то, проси прощения как можно быстрее. Прощай, не живи в обидах и люби всех людей. Не живи в раздражении кому-то, в ненависть кому-то, в конкуренцию кому-то. Живи любя всех людей. Давайте посмотрим на выход Давида из всего этого. У него вызов. Давид пришел к Богу и он говорит, Господь, как, что мне делать? И он вдохновил себя в Господе Боге. Скажите, вдохновил себя. Синодавний перевод говорит, вдохновился. А в оригинале он вдохновил себя своей надеждой на Господа. Я в жизни всегда ждал, знаете, когда ты ждешь и нету. Ожидания не исполнены. Это источник разочарования. Если ты ни от кого ничего не ждешь, ты свободен. Но как только ты ждешь, и он не сделал, или она не сделала, разочарование придет. это 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 одна из главных проблем в домах, в семьях, на работе, везде. Неисполненные ожидания. Получается, что Давид пошел к Богу и получил у Бога силы, уверенность, потому что в Боге есть выход всегда. Да, как хорошо, что в Слове Божьем есть решение на все вопросы. Абсолютно все. Если в жизни у вас проблема, помните, в Божьем Слове есть выход, есть решение. Почему? Потому что в Боге есть выход всегда. И когда приходим к Богу, Он может нам показать выход. Между прочим, одна женщина к нам пришла однажды, у нее был очень громкий шум в ушах, из-за чего она плохо слышала. И вот она одна из тех людей, которые сегодня вы увидите, что Бог ее исцелил. Почему? Потому что в Боге всегда есть выход, даже когда это касается болезни в теле. И сегодня хочу, чтобы вы посмотрели на эти свидетельства того, что сделал Бог, как Бог творит чудеса. И помните, все, что Он сделал для кого-то, Он сделает и для тебя. Ожидай тоже чудо для тебя. Екатерина ушла и осталось там тепло. Просто тепло. Тепло. Да. И сейчас даже тепло. А вы можете нагинаться? Слава Богу. И назад. Это тепло. Многие люди спрашивают, а силию Божьей ощутим моя или нет? Вот да. Вот это тепло. Это не просто молитва веры мы сделали. Молитва веры, но конкретное помазание, сила высвободилась и прикоснулась. И оно осталось там как чувство тепло. Это сила Божьей, присутствие Божьей. Пусть вас Бог благословит. Слава Бог за вас. У Лидии сильный шум в ушах был, и она из-за этого хуже слышала. Сейчас меньше шума, она стала четче слышать. У вас было шум в ушах? Да. Я не чула, что вы говорите на сцене. Мне не чуть было, что вы говорите. Все кричат? Все кричат? Все кричат. Они на самом деле не кричат. Они просто разговаривают. А вам кажется, что кричат? Да. Видите, как Бог вас любит? Я собирался закончить молитву, и далеко где-то чувствую шум в ушах, шум в ушах, а я хотел закончить молитву. Думаю, я это тоже успею сказать. оказывается, Бог имел ввиду вас. Да. Спасибо. Вы представляете, как Бог вас любит, что меня специально сказал, продолжай ради вас. Я думаю, любит. Бог любит людей. Скажите, Бог меня любит. Бог любит. Спасибо тебе, Господь. Как хорошо, что Бог, Он живой. Он творит чудеса сегодня. Мне нравится, как написано в Библии. Иисус, Господь сказал, как мой Отец послал меня, так я посылаю вас. Вы видите очередности? Бог, Отец и Дух Святой послали Иисуса на землю, помогать людям, исселять их и проповедовать. А Иисус послал нас, чтобы мы делали то же самое. Это наша ответственность приносить людям благую весть, исцеление и свободу. Поэтому, если сегодня вы еще не знаете Иисуса, Он еще не является вашим Господом, помните, я послан вам сообщить, что Бог вас любит и Он желает простить ваши грехи. Если вы готовы, желаете получить прощение грехов, примириться с Богом, то помолите со мной прямо сейчас. Скажите со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце и будь моим Господом с этого дня во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились эту молитву искренне, то Бог услышал и простил вас. И вы сегодня уже чисты, как будто никогда не согрешили в жизни. Теперь я хочу помолиться. Если у кого-то есть нужда в исселении или в чем-либо, в семье, в финансах, в вопрос бизнеса, я хочу помолиться за вас. Если это болезнь, возложите рук там, где болит в теле. Другие вопросы возложите на сердце. Отец, я благодарю тебя за твою чудотворящую силу, которая исселяет и творит чудеса. Я приказываю всякой болезни уйти, провозглашать свободу в теле, в душе, и я приказываю все дьявольские нападки прекратиться. Боже, прошу, чудо в финансиях, в семьях, в отношениях и во всем. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Мы вас очень любим. Помните, Иисус Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!